помните ли вы те времена когда для сборки программатора вам нужен был программатор я отлично помню из того времени у меня осталось десяток восьмых и шестнадцатых отмек и часто мне неохота их пускать в дело потому что просто лень разводить печатку под каждое конкретное устройство приветствую вас на канале паяльник тв меня зовут андрей а сегодня я расскажу вам о своей разработке платки для 8 и 16 отмеги и сразу начнем с того на что ориентировался при разработке большинство задач в которых я собираюсь задействовать отмегу связаны с логическими входами выходами поэтому я предусмотрел на плате под распайку парочку инверторов для защиты входов и нескольких типов выходов опять же обычно отмега нагружается либо релюхой то есть замыкает реле или другие индуктивные нагрузки для чего на плате предусмотрена установка микрохи 2003 с парой дарлингтона на выходе или оптопара для замыкания логики с оптической развязки для этого на плате есть место по 4 оптопара плюс по логике вещей это место под кварцевый резонатор и конвертер питания классический на lm 7805 ко всему этому добру я добавил контакты аля макетная плата чтобы реализовать все то что выходит за рамки предопределенной задачи разрабатывать я все решил в изи идеей как бы я не любил кикат возможность мобильной разработки с любого компьютера имея просто google аккаунт меня подкупает я медленно но верно перестаю пользоваться офлайн сервисами проект я решил открыть для общего доступа чтобы любой мог его скачать себе и изменить под свои нужды ссылочка будет в описании к видео кстати отметил в этот раз для себя удобство пользования шин при рисовании принципиальных схем получается гораздо приятнее и понятней просто рисуете шину а дальше в двух местах вход-выход и ставите им одинаковые имена сервис воспринимает их как просто проводник в общем делаем печатку все аккуратно расставляем и укомплектовываем сквозными отверстиями под макетку получилось как то так теперь скачиваем гербер файл как я говорил ранее у меня есть несколько микроконтроллеров что восьмых что шестнадцатых от некой поэтому я решил снова воспользоваться услугами наших дальневосточных соседей чтобы сделать несколько плат сразу партию 10 штук на заводе снова выбрал сервис gcpcb как проверенный дешевый тут все просто загружаем гербер файл проверяем предпосмотрщиком что все нормально и отправляем на оплату после чего ждем посылочку да как обычно выбираем обычную почту потому что DHL у нас не работает физлицами прошло две недели я получил свои платки и настало время все спаять для демонстрации я решил собрать устройство для регулировки шим сигналом яркости светодиодной подсветки моего франкенштейна смысле компьютера вдобавок микроконтроллеру нам понадобится переменный резистор который надо подпаять по схеме делителя напряжения а средний вывод кинуть на вход ацп и n-канальным асфет с резистором в 10 килоом нашим вывод первого счетчика ну и лмку конечно подсоберем для питания 5 вольт а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, я решил поставить внешний обратный диод для защиты ЛМ-ки от резкого выключения устройства. Мало ли, где потом будут использоваться эти платки. Напишем простенькую прошивку, которая будет циклично опрашивать вход АЦПМ и в зависимости от напряжения выставлять скважный шим. Соответственно, крутим потенциометр, меняем напряжение на входе АЦП и меняем скважный шим. Все элементарно, классическая схема. Теперь все это дело надо прошить, чтобы вдохнуть жизнь в нашу платку. Вуаля, все работает. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Я оставлю ссылочки в описании к видео на сервис для заказа печатных плат в GLCPCB и, соответственно, на этот проект. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Паяльник ТВ и пишите в комментариях, что бы вы развели на подобной плате. И помните, что микроконтроллеры грустят, когда их не используют. Не надо так. Всем спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!